Добрый день дорогие друзья! Сегодня снова с вами Вальдемарко. Так ребятки мы находимся у гараже, то есть я нахожусь в гараже и хочу завершить наверное видео с такими посылками, со всеми этими подарками, потому что я обещал и показать что подарили на рождество дети нам, или мне короче, не нам, а мне. Я опять скажу, что нам, мне подарили. На день рождения Рихард отдельно тоже сделал подарок, помните, кто заходил в инстаграм, там был такой большой картон, я там тоже выставил и спросил, что может быть в этом картоне. Ребята, кто еще не подписался в инстаграм, просто вам советую, подписаться в инстаграм и того, что мне много чего выставляю, хотя бы даже к примеру, вы бы знали, что у меня был такой большой картон, который мы будем сегодня вам показывать, то есть я буду вам показывать. Просто мне удобно намного в гараже, потому что никто тут меня не отвлекает, то есть ни телефонные звонки, еще кто-нибудь в дом зайдет, да, чтобы все это не отвлекало, поэтому я в гараже, я просто смотрю, что у меня там лежит на этом картоне. Просто, ребята, мы сегодня сделаем такое завершительное, наверное, да, потому что я помню, я знаю, комментарии, которые люди писали, Вальдемар, ты обещал, подарки снят, что-то там тебе подарили, значит, на Рождество. Вот, и я сейчас просто сниму. Видео будет, да, ребята, наверное, короткое, в принципе, у меня короткое видео не получается, да, Вальдемар начинает тарахтеть потом. Сейчас я просто камеру опущу и покажу вам, что, значит, мне подарили на Рождество и на День Рождения, и именно что именно в этом картоне. В большом такой картоне, что это и для чего это, ребята. И будет эта разгадка именно в Инстаграм, я потом, я тоже обязательно сниму и выставлю в Инстаграм разгадку, что же было в этом картоне. Ну что, ребята, поехали, будем смотреть наши подарки или мои подарки. Итак, ребятки, пусть я усилался здесь хорошо. Вот это самый основной картон, про который я говорил. Сейчас мы начнем с того, что, допустим, с Рождества. Вот такая вот кепка. Пересадик мне подогнал на Рождество. Просто я люблю такие кепки, чтобы они были жесткие. То есть, одеваешь на голову, чтобы она имела какую-то форму. Но они почему-то рыхли постоянно. Ну, молодежь, понятно, да, им обязательно какая-то должна быть марка там быть. Ну, как для меня, то мне по барабану. Он у меня любая кепка тоже поет. Вот на рыхлот мне подарил был. Тоже на Рождество. Добросаем сюда, наверное. Так. Ребятки, читайте, что там написано. Это, короче, заряжалка. Я говорю по-своему, по-деревенски. Короче, это заряжалка, чтобы можно было телефон заряжать и так далее, и так далее. Даже можно камеру зарядить. Такая заряжалка. Видите, вот так она выглядит, ребята. Я параметры еще не читал. Насколько она там, сколько можно заряжать. Знаете, ребятки, я это все не читал. Я еще не вникал. Я же говорю по-своему, вы бы не просили меня, значит, снять. Я бы вообще даже этого не открывал. И открываю только тогда, когда мне это нужно, когда я начинаю ее использовать. А так, в целом, я заранее ничего не открываю. Так. Это я себе сам подарил, ребятки. Это будет отдельное видео. Это именно заряжать аккумуляторы. Я сам себе на день рождения подарил. Купил, потому что у меня уже она совсем старая есть. Такой агрегат мощный, здоровый. А это более-менее такая компактная, маленькая. И я хочу просто сделать эксперимент. Потом тоже видео будет. Так что, ребята, ждите. Будет видео эксперимент. Будем делать. Попробуем ее. Так, дальше пошли. Это мой телефон. Это мой телефон. Самсунг. Рихард мне тоже его подарил. Он год им пользовался. Потом взял себе новый. Я не знаю, сколько он стоил. Изначально новый. Может быть, тоже штуку стоил. Может быть, меньше. Хрен его знает, ребята. Пишите в комментариях, кто в этом разбирается. Сколько он год назад стоил, допустим, да? Какая там марка тоже хрен его знает. Но факт, что он мне его в Рихард подарил. Он себе взял другой. Говорит, на, папа, это тебе. Пользовайся. Тоже убираю. Бросать не буду. Аккуратно положу. Так. Так, это пассатижи. Что-то я им не делал. Не помню. Вот. Такие вот. Одеколонны, ледухи. Как хотите, так и называйте. Бос называется. Они, в принципе, постоянно мне... Ну, не постоянно, в принципе. Каждый год, в принципе, одно и то же получается. Потому что, мне просто запах нравится. Видите, да? Еще, еще, еще. Все закрыто. Я все это открываю. Так. Как это будет. Плёнку, плёнку выгоню. Так. Ну, все уже знаете, как она выглядит. Вот так она выглядит. Такая... Порошка. Ну, как она открывается? Вот так она, ребята, открывается. Вот так вот. Пшикнем. После меня не видеть. Вот. Мужиком запахло. Ха-ха-ха-ха-ха. Нормально. Я же говорю, молодцы. Постоянно мне вот такой вот. Мне даже, вот я могу снять, если вы хотите, я могу снять даже то, что в том году дарили, значит, на ванной, на Рождество. Мне там даже еще вот так вот, ну как, только много еще осталось. Потому что я еще много тут не использую. Отлично. Так, что, сюда поставим. Так. Еще какие-то тут, ребятки. Кайна Анук. Я не спрашивал и не знаю, как, что это, как они называются. Посмотрим, просто откроем. И тоже такое деколон, наверное, мужское. Наверное, скорее всего. У меня бывают и стоят эти вот подавки. Они у меня стоят, бывают, годами я их даже не открываю. Просто, как вы просили, я вам обещал. А, между прочим, это самое такое интересное сделано. Как велюровое. Видите, поведешь, так следы остаются, да? Как велюровое такое, наклейка такая. На дерево. Все-таки, наверное, все-таки это фирменное. Ускорее всего, наверное. Сейчас поглядим. Вот так. Закончик выглядит, ребятки. Что ж, полюхаю. Где эта дырочка? Ого. Ого. Молодым мужчиной запахло. Ха-ха-ха. Отлично. Нет, нормально. Мне нравится запах. Исключительный. Вот такой, ребятки, флакончик. Про цены, ребята, не спрашивайте, я не знаю. Это же подарок, да? Ого. Убираем. Убираем. И кто-то вам написал, именно когда видео было, как дочь прислала вам, значит, тортик с Австрии. Кто-то был написал, лучше бы тебе прислали виски. Вот, ребята, это было на Рождество. Тоже от дочери виски вам, пожалуйста, ребята. 1 литр. 1 литровая. Сейчас мы посмотрим. И сколько уже прошло, уже. Еще не открывал. Даже не смотрел. Вон, в мешке каком-то. Апара. Ребята, кто помнит? Раньше лото играли, да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сейчас поглядим. Что-то у нас тут такое. Воу. Ау, битылочка. Обалденная. Нихера себе. Опана. Просто, ребята, я вам покажу. Я сам еще не вижу, ничего не смотрю. Я поближе вам показываю, просто на камеру. Если еще хотите там прочитать, допустим, вы можете кадр просто остановить. Ближе сделаю. Можно прочитать. Стол. Что здесь написано? С Канады. 40%. А какая она красивая. 40%, ребята. Вот вам и виски, пожалуйста. Что вы не переживайте. Дети знают, что я люблю. Ха-ха-ха-ха. Тоже. Бутылочек век. Я же картон выкинул. Апана. А теперь, ребята, самое главное. Это картончик. Стоят все лампы. Первое, ребята, это лампы, которые светят, тоже мне Рихард подарил. Ну, таки дали мусору, конечно. Надежда, ой. Обещается. Обрежем. У меня открылись хорошо. На том, все равно, кто покидывает, ребятки. Поэтому мы сразу его так надрежем, да, чтобы нам удобнее было. Видите, сколько накидали. Ни хижа себе они накидали. Смотрите. Ха-ха-ха-ха-ха. Хорошо, что они, значит, доставку делают не повезло. По весу. То есть она вот в цене уже стоит. Такие обрезки специально, значит, для того, чтобы, наверное, не разбивалось ничего. Мусор это выкидывать. Только мусора. Только в гараже прибрался. Ха-ха-ха. Смотрите, ребятки. Эта труба. Видите? Шар такой. Спортом заниматься будет, наверное. Клапана, ребятки. Был написан 16 килограмм весит сам картон. Клапана. Ну и как вам, ребятки. Клапана. Ну и как вам, ребятки. Это казан, ребята. Смотрите. Видите, какой он большой. Это казан. Даже из-за бумажек тут висят. Это казан. Размер тут стоит? Не стоит. Просто, ребятки, я здесь ни хера не вижу. Вот так же на русском написано. Сууу. Ну, выписано из Германии. Вот такой, ребятки, казан. Чургунный. По идее, он уже обожженный. То есть, ему, в принципе, можно уже сразу пользоваться. Но я его все равно еще раз, наверное, попробую его сжечь, наверное. Тут казан такой. А где-то еще была крышка на него, наверное. Ох, ни хера себе. Ужомый, бляхуха. Ну, видите, так. Ох ты, ни хера себе. На русском написано. Летов. Таёвничево написано, ребятки. Это как-то рецепты, наверное, скорее всего здесь. Из лесной, из лесной землянки. То есть, партизаны. Хе-хе-хе-хе. Что здесь все описывается, наверное. Ну, больше рекламу, наверное. Хрусталь, так, такая херня. Не помню, что это просто реклама. Так. Сколько тут стоит написано? Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Здесь 149. Ребятки, 149 евро. Просто я сейчас уберу наш адрес. Наверное, да? Тут нигде ничего не нарисуется. Пошел вам башевую цену, помните, да? Показать цену. Не подумайте, я обманываю. Вот первая строка, смотрите, ребятки. Видите, в Типальце, смотрите. 149 евро стоит. Вот тут еще накидали. А не просто бляха-муха. Ха-ха. Я думаю, это рецепт. Они просто так накидали, наверное, сюда. Лишнее. Конечно, каталог какой-то немецкий накидали. Всякую шрутуку еще накидали. Я тут смотрю, что тут девчата красивые. Однако они прислали. Это, наверное, и гарантия. Наверное, бумажку можно оставить по-любому. Бумажку мы оставим. И выкинем. И дальше будет. Дальше будет. Здесь должна быть еще крышка. Бардак внутри, ребята. Вот такая вот крышка. Охереть. Она тяжелая, ребятки. Это настоящий чугун. Это по-любому. Она тяжелая, ребята. Мне кажется, крышка даже тяжелее, чем этот сам казанок. Сейчас посмотрим, закрывается нормально или нет. Гермит нормально. Вот это казанок, я понимаю. Шибко здоровый. По-моему, он 40 см, ребята. Да, все плотненько закрывается. Дело в том, ребята, то, что мы... Сейчас, ребята, камеру поставлю. Видите, как это так вот выглядит. Выглядит. Называется, как это выглядит. Ребята, камеру повернули. Вот, ребятки. Что это сказать-то? Да, вот когда казан мы... Я смотрел когда в интернете. Я просто хотел такой казан, ребята. Я хотел такой казан. Это для того, чтобы на даче можно было что-то готовить. Он и тяжелый, настоящий. Был, конечно, там сплав алюминия. Он немного легче, конечно. Но почему-то мы думали, что если с местом алюминия, он все-таки будет, наверное, пригорать. Именно мы хотели чугун. И вот такой вот чугун. Крышка такая. Видали? Чугун. Не то, что такой специалист. Но чугун это, ребята. Это не алюминием. Просто мы хотели такой. И тоже мы искали, смотрели в интернете. Я тогда нашел намного дешевле. Он стоил там где-то примерно... Около сотни, наверное. Да, где-то примерно так было. Я легко говорю. Вот этот, по-моему, нормально, дешево. Но его там надо было еще самому обжигать. Но здесь, в принципе, надо посчитать по бумагам. По-моему, он уже обожженный. В принципе, уже сразу можно готовить. По-любому, я все равно буду там еще обжигать. Я еще посмотрю и почитаю все это. По-моему, нам нужно все равно его на всякий случай обжечь, наверное. Вот. Но тут было то, что светлым был цветом. Потому что он был не обожженный, как там писали. Его было намного дешевле. А когда там посмотрели отзывы, да? Отзывы и фотографы посмотрели. Там только крышка такая кровать даже. Она плотнее закрывается. Поэтому я сразу и хотел посмотреть, выложится ли плотная крышка. Все отлично. Все плотненько все лежит. Ничего нигде не поведено. Поэтому Ириха рассказал, давай лучше выпишем, тогда пускай она будет дороже. Но чтобы она уже была качественная еще была. Но я согласился, конечно, с этим. Зачем рисковать? Да, если выпишешь, заплатишь тоже около сотни евро. И потом там крышка не будет закрываться. Где-то щель такая будет получаться. Поэтому я говорю, ну окей, давай тогда выпишем этот. Ребята, казан, охерительный. По-моему, он 40 сантиметров, еще и мне память не изменяет. Имеется в виду, это так вот 40 сантиметров. Отсюда до отсюда. При диагонали. Он крупный, здоровый. Это по-любому. Он тяжелый. Дело в том, что у меня с гаража, по основному, возить надо будет. Тяжелый. Ха-ха-ха. Ну, теперь, ребятки, я тоже могу что-нибудь колдовать. Допустим, надо теперь что-нибудь придумать. Значит, печку под нее. В принципе, тоже продается. Там печки такие. Тоже в интернете мы смотрели. И печка продается. Можно все под нее подобрать по размеру. У нас здесь шибко она красиво выглядит. Вы знаете, на даче у меня там все воруют. Еще я такую печку тоже выпишу. Она, в принципе, недорогая. Может евро 70 стоит. Именно под этот размер. Ну, что она уже там сделана. Аккуратно там все там. Дверцы есть и так далее. Но дело в том, что мне дать не денег ей жалко. А дело в том, что я ее куплю, поставлю на дачу, а ее там украдут. А я поеду, допустим, я буду рассчитывать, что там у меня стоит, а ее уже сперли. Поэтому придется еще делать самому какую-нибудь такую страшненькую, хиленькую. Чтобы ее только на металлолом смогли бы вытащить. Ну, и то я ее так и там забетонирую, что ее хрен туда оторвешь. Это только по-любому, ребята. И придется, возможно, может быть делать самодельную. А может быть и самую. И выпишем тоже на уже готовую. Допустим, мне нужно прикинуть сейчас. А сколько это обойдется мне. Если я буду металл покупать. Если я буду все это сам делать. А сколько мне все это обойдется. Или проще мне будет, наверное, все-таки выписать. И просто ее так там забетонировать, чтобы ее уже оторвать не смогли. Мы это можем сделать по-любому. Там болты забетонировать, закрутить все это, приварить. Чтобы ее украсть не смогли. Ну, вот это так, наверное, ребята. Или постоянно возить все с собой. Ну, это просто неудобно, ребята. Поймите, что это неудобно. Постоянно с собой возить. Казан. Он сколько места занимает. Да, еще и печку с собой возить. Казан, если не хорошо. Я все-таки хочу, чтобы на даче у меня там уже был какой-то очаг. Может быть с кирпичом можно сделать. Но я еще подумаю, ребята, как правильно сделать. Кирпич по-любому не украдут. Ха-ха-ха. Чем я тебе такой все-таки придумал, наверное. Сейчас у меня время есть еще до лета. Так что, ребятки, приезжайте в гости на дачу. Будем что-нибудь готовить. И будем учиться, ребята, что я готовлю к этому казане. Ну, казан здоровый, бляха-муха. И это сдурять можно. Я смотрю на него. Ошибка большая. Ребята, смотрите по крышке. Сама крышка какая здоровая. Это охереть. Это было написано 40 сантиметров. По диагонали, да? По диагонали, по-моему. 40 сантиметров. Но это чугунья, ребята, стопудовая. Тяжелая, бляха-муха. Крышка самая тяжелее, чем казан сам. Конечно, тут ручки нету. Именно в казане, да? Сейчас я вам покажу. Как вы видите, да, вот тут вот, допустим, нет такой, чтобы у нас была такая ручка. Но это я сам буду все придумывать. Да нахер не нужна эта ручка, она просто будет мешаться. Просто нужно что-нибудь такое придумать. Чтобы в эти, в эти... Вот в эти вот... Вот в эти вот отверстия, чтобы что-нибудь такое придумывать. Захват какой-то, чтобы он цеплялся. И просто ну, как, в виде ручки сделать. Такую, да? Чтобы засовываешь его и поднял его. Когда он будет горячий. Были там тоже с ручками. Но я считаю, что без ручки лучше, ребята. Потому что эта ручка постоянно будет мешаться. Не туда ,не туда. Она будет нагреваться. Это херня это будет. Если она будет стальная, ну и сама сама ручка будет стальная, допустим. А если она постоянно лежит на огне, она по-любому опустится, она будет потом мягкая. Я думаю, что он такое придумает. Я давно мечтал о таком казане, и я очень рад. Будем что-нибудь придумывать, ребятки, будем подглядывать в интернете, кто там готовит в таких казанах, и будем что-нибудь тоже пробовать делать. Будем развиваться, пузо набивать. Ну и мусор и язве его, нахерасили они, от души, но все это, понимаете, остатки где-то вырезаны, да? Это правильно, правильно, конечно, ребят, все зашло нормально, ничего нигде не лопнуто, хотя, в принципе, сейчас еще не определишь, может быть, когда я еще буду нагревать, где-то что-то там и побежит. Нет, в принципе, у нас все целое, я вижу, что все нормально, все целое. Все, ребят, на этом будет все. Ребята, это будет последнее видео, наверное, когда я снимаю подарки, потому что я это не люблю снимать, в принципе, но так как я и обещал, так как я и обещал, все три ойра, 390. Ничего себе, Ферзан Костом всего стоит, ребята, Ферзан Костом стоит всего 390, то есть пересылка стоит всего 390, а какой там вес? То есть, то есть цена уже в этом месте стоит, ребята, это по-любому. 149, ребятки, 149, 19 процентов, ага, ребят, тут еще 19 процентов накрутка идет, налога, и получается в общей сложности 153,80, вот так вот даже. Вот так вот, ребятки, 150 евриков. Дело не в деньгах, ребята, главное, чтобы она все это работала. Понимаете, что это казан, я же его купил, нормально его использовать. Бля, хамуху, тебе, мать, и твоим детям хватит. Я помню, у нас в деревне, когда тоже такие были казанки чугунные, сколько, ох, сколько там мать для них готовила, и постоянно же мы их готовили, и ничего не случалось. Я же говорю, а на поколение хватит, главное, чтобы ее не разбить нигде, ничего. А так, в принципе, я думаю, что это качество будет хорошее. Мне она уже нравится. Я просто попробую еще, ребят, я потом буду, ну, как, налить маленько, посмотреть, почитать на наши бумаги, что здесь написано. По-моему, мы, когда Эль Харик смотрел, когда, по-моему, уже говорил, что они уже обожженные. А она будет все просто будет еще посмотреть. Вот все пишется, описывается, надо будет просто посмотреть. Все, ребятки, на этом будет сегодня все. Ставим лайки, балалайки. За то, что больше таких видео не будет, ребята, именно обзоры на эти посылки. Ставьте лайки. Я не люблю делать обзоры, именно то, что мне давят. Хотя, в принципе, когда посылки приходят, очень приятно. Очень приятно. Ну, и мусор я себе наделал, я-мое, я-мое. Все, ребятки, всем большое спасибо за внимание. Шутки в сторону, конечно, обзоры будут по-любому, по-любому будет. У меня очень много есть, то, что я покупал в магазинах, у меня тут в гараже лежит. Уже годами я даже упаковку еще, даже вообще не открывал. Может быть, тоже как-нибудь. Я уже сколько про это говорил, может быть, как-то я начну. И тоже, ну, начну, вы можете показывать. Это, в принципе, она уже, наверное, не актуальная. Ага, ну, просто вот это, именно вот. По-бляхам, смотрите, мой телефон грязный стал, смотрите. На чем, халява плысь. Халява уже плысь. Именно вот при этом, ребятки, заряжатель аккумулятора, будет, возможно, может быть, следующие видео, может быть, я сегодня уже начну его снимать, может быть. Просто хочу сделать один маленький эксперимент. Все, пока давай. Ну, это же казан такой, вот я все понимаю. Это не казан, это казанище. Туда полбарана залезет. Ха-ха-ха-ха. Все, ребятки, давайте. Как я давай. Теперь мне надо весь месяц гуссом убирать. Все.